Могила народного артиста СССР И захотела собрать деньги на новый памятник и приличную ограду Но вдова актера запретила журналистке искать спонсоров Женщина настаивает, это должны взять на себя власти Молдавии Михаил Волонтир всю жизнь посвятил кино и театру Сыграл более чем в 30 картинах Из-за диабета актер почти ослеп Скромная пенсия уходила на лекарства Чтобы сделать операцию на глаза, он продал машину Неравнодушные передавали деньги семье актера В 2012 году Волонтиру поставили страшный диагноз Рак мочевого пузыря Артист не просила помощи, семья продала дачу, чтобы оплатить лечение Народный артист СССР Михаил Волонтир умер 15 сентября 2015 года В возрасте 81 года Его похоронились почестями, страна скорбила 3 дня С тех пор на могиле стоит все тот же деревянный крест Он потускнел ограда, покрылась ржавчиной Местная журналистка Татьяна Томеско увидела В каком состоянии находится могила любимого актера И организовала сбор средств на новый памятник Татьяну Томеско, журналистка Могилы говорят больше о тех, кто остался, чем о тех, кто ушел Вся страна должна показать примеры, собрать деньги Но без родственников это делать неправильно и нельзя Татьяна более двух часов беседовала с Ифросиней Вдовой Волонтира Вдова рассказала, что влиятельные чиновники обещали ей заказать И установить достойный памятник великому артисту Однако потом эта инициатива заглохла Женщина готова принять и спонсорские деньги, но считает, что инициативу должно проявить Министерство культуры Молдавии Волонтир родился в 1934 году в селе Глинжена Которая тогда входила в состав Румынии Отец с детства приучил его к фермерскому труду Михай рос трудолебивым, честным, простым деревенским парнем Все детство, юность, он обожал коней и все, что с ними связано Но с годами почувствовал, что его манит какая-то другая жизнь Как он сам говорил, стал чаще смотреть в небо Решил поступить в летное училище Не взяли из-за плоскостопия Или, как думал потом сам актер, из-за не очень подходящей анкеты И дед, и отец Михая служили в царской армии Он расстроился, конечно, но не дал себе времени грустить Отнес документы в педагогическое училище и пошел работать в сельскую школу Как мы видим, пока что ничего биографии волонтира не предвещает, что он сыграет Будулая Станет известным артистом и мечтой миллиона женщин Но такие истории жизни и заставляют верить в судьбу Итак, волонтир работает в сельской школе, увлекается самодеятельностью Учится не в самом престижном училище Когда он окончил учебу в соседнем селе, экстренно понадобился директор Дома культуры Культуры и эту должность предложили волонтиру Он согласился, и тут же всем стал виден его актерский талант Волонтира позвали в Бельцы, в Молдове это самый крупный город После Кишинева, там он поступил в учебную труппу театра И так и остался в этом театре на всю жизнь Ему никогда не хотелось никуда уезжать Он чувствовал себя на своем месте, на своей земле Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok